Касса, деньги, два стола и металлическая корзина на колесиках, как атрибут жизни человека в гипермаркете. По сути, внутри каждой такой реальной тележки скрыта так называемая виртуальная корзина, потребительская. Сыр, масло, молоко, хлеб, овощи и другие продукты первой необходимости. По словам покупателей, вес корзины тот же, а вот цена постоянно растет. Ну, молоко точно стало дороже, вообще молочка, колбасные изделия, ну, немножко подросли овощи, фрукты. В среднем вот в покупку в магазине продуктовом, что вы покупаете в день и на сколько выходит сумма? Сколько там позиций примерно? Ну, хлеб, молоко, там какие-то фрукты, периодические овощи, он выходит. Но совсем в среднем это вот сейчас подросло, где-то по 500 рублей. Заметили, что вес у продуктов стал меньше за ту же цену? Масло не стоит? Да, 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 некоторые даже замечали, да, тоже. Например, та же там, по-моему, там и ряженка стали, там вот такие кисломолочные продукты значительно меньше. То есть объем уменьшается? Объем уменьшается, да, вот, поэтому как бы, а цена вроде как бы такая же, а объем меньше. Сыр неподступный, так хочется сырку. Ну, что еще? Молоко качество стало хуже, по 36 рублей вода водой. Это в пакетиках тоже. Да, да, качество стало хуже, сыр неподступный, качество хуже сыра. Творог дорогой. Ну, вот я только заметила, курица понизилась. На все, и хрупые, и молочные, торог, сметана, молоко. Ну, хлеб, по-моему, без изменения. Ну, а так на все. В среднем, вот сейчас, не знаю, вот, например, что-то купили, сколько отдали, если не секретом, за покупку минимальную? Да, ну, я мелочь набрала-то на 300 рублей, по чуть-чуть. Сметана, хлеб. На полках магазинов эти изменения хорошо заметны. Подвижны не только цены, но и объем продукции. Молоко стоит не за литр, а за 900 миллилитров. Пачка масла уже не 200, а 180 граммов. Подсолнечное масло. Емкость всего 0,65 литра. Одна из крупных федеральных сетей ввела особые, желтые ценники с пометой. Социальные. То есть продукты по низким ценам. Сюда входит основное из перечня потребительской корзины. Также руководство сети выступило с инициативой в Федеральную антимонопольную службу об установлении максимальной наценки на товары первой необходимости на уровне не более 10% и неограниченном минимальном размере. Исходя из информации на новостных сайтах, ФАС пока лишь выдвинула предложение своим территориальным управлением о встречах с крупными региональными ритейлерами по этому вопросу. В региональном министерстве экономического развития ситуацию не комментируют. Известно лишь, что к ним пока никакой информации о регулировке наценки не поступало. По словам представителя ведомства, на местном уровне рычагов управления этими процессами попросту нет. В свою очередь, рост цены снижения покупательской способности населения уже движется смертоносным маршем по продуктовым магазинам. Под удар попадают те, кому не по силам тягаться с крупными сетями. Этот магазин у Натальи с дочерью на двоих уже 8 лет. Она не совсем в настроении, но все же общается с прессой. Потому что интервал между покупателями сильно возрос. За последний месяц 50% падение выручки. Регулировка минимальной наценки у нее вызывает недоумение. Да вы знаете, я вот, например, уже как-то молочную продукцию, товар, который первым необходимым, хлеб, молоко, у нас 20% наценка колбасы, 20%. Если другие магазины могут 30, нет, 30-40% наценку делать, так как поставщики даже приходят, он у вас нашу продукцию, прям так же, как на наших точках продается. А я не могу выше поднять на 20%, так как у меня никто покупает. Весь товар пойдет на возврат. Просто это перевалочная база. У меня вся наценка 20, от силы на кое-какой товар 25%. Ну, не первая необходимость товара на год. Как говорят редкие покупатели, им по душе такие магазины с фиксированными ценами. А у сетевиков они все время скачут. Дам сравнение, майонез, ведро, саратовский, 199, сюда зашло, 206. Через день захожу, уже 199. А у меня 108. По словам Натальи, вокруг нее вырос непреодолимый забор из магазинов федеральных сетей. Это мертвая удавка для малого бизнеса. Не видим будущее. То есть бизнес продолжать такой нет? Нет, закрываться будет. Что должно случиться, что-то? Поменьше крупных сетей, если не хотят, малый бизнес, средний, хотят как-то сохранить. Не надо прям вот. Вот, а я приезжаю через квартал. Вот открыли. Даже дальше пройдете, еще один открыли. А мы малый, мы вообще сидим, понимаете? Такой спальный район, как бы у нас в магазинчик забегали люди. То, что купить самое необходимое. Если мы заказали раньше 100 было хлеба в день, мы сейчас продаем 48 заказов. Переход на покупку исключительно дешевых продуктов чреват интересными сюрпризами. Вот случай попытки поесть дешевой колбасы с макаронами. Она расплавилась. Просто расплавилась колбаса и превратилась в блин. Запах, конечно, паленой резины присутствует. Вот такую делает у нас теперь колбасу. А вот еще один пример дешевого питания на скорую руку. В принципе, в современных условиях можно пообедать за не такую большую цену. Обед обойдется всего в 100 рублей. Это два блюда. 49 банка бычки в томате и 51 рубль лапша. Для заваривания ее кипятком. Вопрос только, сколько на этих деликатесах продержится ваш желудок? Цены на овощи не гадание на кофейной гуще, а результат урожайности года. Его, как и цыплят, считают по осени. Как говорят в региональном Минсельхозе, картошкой обеспечили только на 60% от необходимого. Это 134 тысячи тонн от 218 необходимых. Но в целом урожай был хороший. Если рассматривать урожайность 2021 года по сравнению с 2020 годом, то мы видим прибавку порядка по валу и по урожайности порядка где-то от 10 до 11%. Сказать, что он был не урожайным, я так не могу сказать. То есть средняя урожайность по этим культурам колеблилась. Допустим, по картофелю она составила, если взять все формы, это порядка 159 центнеров с гектара. А если взять именно организованные, коллективные формы, то 207 центнеров с гектара была ее урожайность. Здесь у нас сельхозтоваропроизводитель, так как рынок у нас подвижный, есть логистика, есть сетки, которые работают. Там, где ему выгодно, ту цену он держит. Если по России цена, тем более массовая доступность сейчас, так как вы освещаете эту тематику, зная, что в соседнем регионе цены пошли вверх, я не думаю, что у нас сельхозтоваропроизводитель будет эти цены держать в более низком диапазоне и упусать свою прибыль. Поэтому это все зависит от того, какие колебания идут на мировом на российском рынке по овощным культурам. На этот год фермерам, кто перейдет на выращивание борщевого набора, предлагается поддержка до 30 тысяч за гектар и до 31 тысячи за выращивание для семеноводства на условиях софинансирования из областного и федерального бюджетов. Это, возможно, скажется лишь на урожае следующего года. А сейчас картошку уже закупают в других регионах. А свеклы на складах осталось порядка тысячи тонн. Она была самым дорогим и дефицитным овощем лета прошлого года. Продолжение следует...